Окей, Арнольд, я построил машину, которая делает вещи невидимыми на 24 часа. Есть три возможных подхода к невидимости. Первый — это идеальная прозрачность, которой нам не достичь. Второй — камуфляж, когда лучи, рассеянные на объективе, совпадают с теми лучами, которые мы ожидали бы увидеть в отсутствии предмета. Именно таким сделает объект эта машина. Третий — когда некое устройство из метаматериала, типа шапки-невидимки, которое преобразовывает ход лучей света так, чтобы оно казалось неизменным. Сейчас мы спробуем ее напиться. Если все сработает, это будет пицца, которой можно будет не делиться с друзьями на вечеринках. Так, включаю первый тумблер. Ты знал, что впервые трехмерной невидимости добились группы из Калифорнийского университета «Беркли» в 2008 году, создав сетку из серебряных микроволокон, не отражающую и не поглощающую световые лучи. В результате глазом воспринимался лишь свет от объектов, находящихся позади закамуфлированного предмета. Второй тумблер. Не двигайся! Стой! Что ты? Ах ты, идиот! Я бы тебя избил, но, черт возьми, не знаю, где ты. Надень эту шапочку, чтобы я тебя видел. Итак, у тебя есть 24 часа. Что собираешься делать? Кто бы сомневался? А если бы моя машина работала по принципу невидимости, ты бы стал слепым. Ведь у невидимки показатель преломления тела становится равным аналогичному показателю у воздуха, и хрусталик теряет возможность преломлять лучи света и фокусировать их на сетчатке глаза. Сама сетчатка также не сможет поглощать видимый свет палочками и колбочками по причине своей невидимости. Но у тебя, как я вижу, со зрением все в порядке. Слюнчай. Окей, теперь, когда спортзал закрывается, мы можем заняться чем-то еще. У тебя осталось 18 часов. Я имел в виду что-то более значительное. Остолоп! Ведь ты мог бы раскрыть страшные тайны и совершить невероятные подвиги. Может, проберешься в зону 51? Ах да, они же в другом штате. У тебя есть идеи? Ты что, вздумал украсть его? О нет, это плохая идея. В любом случае тебе понадобится план. Конечно, благодаря невидимости ты можешь остаться после закрытия. Но затем будет обход охранника. А вокруг бриллианта лазеры. Ты что, сможешь сделать тройное сальто? Схватить бриллиант и выехать из музея на машине, которая привезет новые древности для экспозиции ровно в 2-0-0? Все-таки это очень плохая идея. До закрытия музея час. Спрячься в том углу и жди. И шапочку сними. Идиот. Уже скоро, Арнольд. Главное, не попадись. Арнольд, пора начинать. О нет, тебе же всего лишь надо было сделать тройное сальто. А ты опять облажался. Ну что же, теперь беги. Как никогда не бежал. Выход уже совсем близко. Давай, Арнольд. Черт, кажется, все это время ты охотился за стеклянной копией. Как глупо получилось. Хотя это логично, что оригинал они хранят в сейфе. Не видать тебе любви прекрасной Тагаи. К сожалению, уже через час ты станешь снова видимым. Так что сбежать у тебя вряд ли получится. Ну что же, удачи тебе, неудачник.